В эфире «Якуте-24» обзор главных событий уходящего дня в студии. Алексей Соколов, здравствуйте. Вновь нелегальная перевозка и пожар в микроавтобусе, который перевозил детей. Маленькие пассажиры эвакуированы, водителю грозит уголовное дело. Поддержка моногородов. Рабочие места будут создавать беспривязки к градообразующим предприятиям. Хлеб стал дешевле, как в Хандыге удалось снизить стоимость, разбиралась наша съемочная группа. Биллиардов рублей на охрану природы. В Алроса начал работу единый экологический центр. Кража Наташи. Очередные преступники попали под камеры видеонаблюдения. И как разнующик пиццы помог найти портативный гараж. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на пост президента России. Такое решение члены комиссии приняли на сегодняшнем заседании. Ранее стало известно, что в результате проверки подписных листов Путина недействительными были признаны только 0,39%, что является рекордно низким количеством брака. Согласно закону, для регистрации кандидата необходимо, чтобы недействительных подписей было не более 5%. Путин, который идет на выборах как самовдвиженец, стал третьим зарегистрированным кандидатом в президенты. Ранее регистрацию прошли лидер ЛДПР Владимир Жириновский и кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Они были освобождены от сбора подписей. Избиратели свою поддержку, так как выдвинуты парламентскими партиями. Около 600 рабочих мест предоставит компания «Алроса». Это только первый этап реализации договора между компанией и республикой. Напомним, в компании «Алроса» одобрена субсидия на развитие инфраструктуры в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию алмазодобывающего предприятия на базе Верхнемунского рудного поля в размере 8,5 миллиардов рублей. Деньги выделены на создание технологического проезда от города Удачный до Верхнемунского месторождения общей протяженностью 150 километров. Инвестиционный проект предусматривает создание в Якутии в целом более тысячи новых рабочих мест. Запуск предприятия запланирован на 2018 год. После выхода на проектную мощность в 2019 году предприятие будет добывать 3 миллиона тонн руды в год. Поступление в бюджет за весь период отработки месторождения ожидается на уровне 187,5 миллиардов рублей. А занятость местного населения сегодня является приоритетом для республиканских властей. Об этом в том числе говорил и руководитель региона Егор Борисов. Государство обязано создавать условия для того, чтобы население имело возможность легче адаптироваться к новым реалиям, переквалифицироваться, получать достаточный объем информации о вакансиях, о возможных вариантах самореализации. Даже если речь идет о смене местожительства. Мы должны помогать людям выходить из личностного кризиса, находить для себя какие-то ниши. Настало время поставить во главу угла решение задач в области труда и занятости населения. Поэтому сегодня сообщаю о своем решении объявить 2018 год годом содействия занятости населения в республике Сахая-Якутия. Прошу дополнительную уверенность в правильности выбора тематики предстоящего года мне дают результаты социологического исследования, проводимых среди якутян. По результатам просов 43% жителей республики наиболее острой проблемой признают вопросы занятости и безработицы. При этом данный вопрос волнует больше всего сельских жителей. И в продолжении темы занятости. В моногородах Якутии будут создавать рабочие места, не связанные с градообразующими предприятиями. Якутия подписала соглашение о сотрудничестве с Фондом развития моногородов. Одним из стратегических направлений совместной работы станет привлечение инвестиций. В рамках соглашения также предполагается создание новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий. Добавим, что в Якутии расположено 6 монопрофильных населенных пунктов. Это города Мирный, Удачный, Нерюнгри, поселки Айхал, Нижний Куранах и Максогалох. Жителям Усть-Майского района помогает зарабатывать программа самозанятости. Желающие находят на рынке услуг свободные ниши и открывают свое дело. Всегда ли оно оказывается востребованным среди населения, узнавал наш корреспондент. Не первый год в Якутии действует программа самозанятости безработного населения. Такой способ трудоустройства в первую очередь необходим тем гражданам, которые хотят и могут заниматься предпринимательством. В прошлом году получили финансовую помощь по самозанятости и открыли свое дело 8 человек, в том числе Виктория Смирнова, которая стояла на учете в Центре занятости в качестве безработного. В Центре ей предложили открыть собственное дело, заняться бизнесом. Подумав, она решила создать салон красоты Виктория. Два месяца назад она оформила собственное дело, встала на учет в качестве индивидуального предпринимателя. И сейчас мы находимся у нее вот в салоне, где она работает и занимается маникюром, педикюром, наращиванием ногтей, шелаком, ну и другими услугами. В поселке с работой маленько у нас напряженка, поэтому я решила заняться ногтевым сервисом, он пользуется спросом в нашем поселке. Прошла курсы в городе Благовещенск, то есть там я проработала и приехала сюда. Несмотря на то, что Виктория работает совсем недавно и пока у себя на дому, ее услуги востребованы в районном центре поселка Восьмая. У Вики все профессионально, все прям так на уровне города. Для нашего поселка это вообще очень даже супер салон, мне кажется. Я постоянным клиентом являюсь и мне очень нравится. Хозяйка салона Виктория уже планирует расширить свой бизнес и привлечь в свою фирму еще одного специалиста. Сейчас я принимаю пока на дому, но в будущем летом я планирую переехать в другое здание, где площадь больше, чтобы все у меня размещалось. Учитывая, что в современном обществе каждая женщина стремится достойно выглядеть, даже неопытный новичок сможет найти свою нишу в таком деле. Юрий Таюзский, Усьмайский Улус. На трассе Вилюй сгорел автобус, перевозивший 10 школьников. Жертв нет. ЧП произошло на федеральной дороге Вилюй возле села Кутана. Автомобиль Сангьонг следовал из Якутска в Сунтаре. В нем, помимо водителя, находились и 10 школьников. Выяснилось, что дети ехали из центра отдыха. По пути мужчина, заметив на панели знака неисправности двигателя, остановил машину. Затем, увидев дым, выходящий из-под капота, эвакуировал детей. Известно, что водитель был оформлен как индивидуальный предприниматель, имеющий право оказывать услуги по перевозке пассажиров на коммерческой основе. Однако разрешения на осуществление организованной перевозки групп детей он не имел. Транспортное средство ни по каким параметрам не подходило для перевозки несовершеннолетних. Сам водитель в течение последнего года 14 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. В настоящий момент проводится проверка в порядке ст. 144-145 Уголовно-процессуального кодекса РФ по части 1 ст. 238 Уголовного кодекса РФ. То есть оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Госавтоинспекция отказалась от идеи проводить повторный экзамен водителей, срок удостоверения которых истек. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России. Порядок допуска к управлению автомобилем остается прежним. Экзамены на права сдаются один раз. Ранее Союз автошкол предложил осуществлять переэкзаменовку водителей при каждой замене прав. Идею Союза не одобрила и Госдума. В Якутске очередной автолюбитель лишился портативного гаража. Кража так называемой Наташи попала под камеры видеонаблюдения. Однако раскрыть преступление помогли соцсети. Подробности в материале Петра Говорова. Ночь. Улица Богдана Чижик. Два невысоких парня присматриваются к припаркованной машине. Через две минуты возвращаются. Преступный план созрел. Иван – хозяин портативного гаража. Лицо просит не показывать. В похищение подозревают соседей. Говорит, потратил на одеяло для машины 7 тысяч рублей. Намного дешевле стационарных гаражей. Никакой аренды. И гораздо опаснее. В районе 23.00 я лег спать. Посмотрел в окно. У меня было все в порядке. Утром в 5 часов я проснулся. Тоже выглянул в окно и обнаружил то, что у меня украли в мой портативный гараж. Иван написал заявление о краже. Ждал. Затем нашел видеозаписи с камер наблюдения. Мужчина решил ускорить работу полицейских. Выложил момент кражи в интернет. По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В данный момент сотрудниками уголовного розыска ведется розыск подозреваемых. Личности преступников неизвестны. Но портативный гараж уже нашли. Злоумышленники занесли его в подъезд и дотащили до 9 этажа. Бросили. Видимо, сил не хватило. Иван благодарит пользователей соцсетей. И мне сразу начали приходить звонки. То, что очевидцы там были, видели, что там, оказывается, гараж лежит на 9 этаже. Там разносчик пиццы позвонил. Спасибо ему большое. Ну вот, получается, так, своими силами я вот отыскал свой гараж. В полиции просят соблюдать бдительность. Опытные автомобилисты советуют купить баллончик с краской. Пометьте свои портативные гаражи несмываемой краской, написав номер телефона или номер автомобиля. Обычно преступники крадут те, на которых нет опознавательных знаков. Петр Говоров, Владимир Павлов, Якутск. Ну а сейчас небольшой блок рекламы. Смотрите далее. Полтора миллиарда рублей на охрану природы. В Алроса начал работу единый экологический центр. Дачный конфликт. Глава Мирного усадил за стол переговоров враждующие стороны участков СОД, что не поделили дачники в материале наших коллег. 300 населенных пунктов Якутии подали заявки на участие в программе поддержки местных инициатив. В эфире «Якутия-24» мы продолжаем наш выпуск. В Хандыге предприниматели снизили цены на хлеб. Продукт для потребителей стал дешевле на 3 рубля. Это стало возможным благодаря отмене перекрёстного субсидирования в энергетике, рассказывает Мария Винокурова. В Хандыге работают 4 пекарни. Самый крупный поставщик – Хандыгский хлебозавод. Обеспечивает хлебом и хлебобулочными изделиями все бюджетные организации райцентра, детсады, школу, больницы. А также сел «Тёплый ключ», «Сайддэй» и «Кискилл». Себестоимость хлеба высшего сорта весом 700 грамм снизилась за счёт уменьшения тарифа на электроэнергию с 1 августа прошлого года. В 2016 году тариф на свет составлял 8 рублей 40 копеек, а в 2017 – 2 рубля 90 копеек. Это ниже почти на 58%, что позволило сэкономить существенные суммы для нужд, а теперь и снизить цену на хлеб. Реальное такое снижение. И нам, конечно, в помощь производственникам, потому что мы очень много у нас затраты шли именно по электроэнергии. Мы платили очень большие суммы, и нам было тяжело очень выживать. Последний раз цена на хлеб была увеличена в феврале 2017 года – 49 до 53 рублей. Теперь спустя год он стал стоить 50 рублей. Конечно, 3 рубля – это небольшая сумма для покупателя. Но сам факт снижения цены на социально значимый продукт радует. Это, конечно, очень приятная новость для нас, хандыгчан, потому как оно хватит 3 рубля, но всё равно, что продукты питания первоочередные дешевеют, это для нас, для населения, очень хорошо. Чтобы понижение не сказалось на развитие хлебозавода, руководство предприятий планирует ввести новые сорта хлеба, пересмотреть цены на другую продукцию, но оставить доступными цены на хлеб высшего сорта. Мария Винокурова, Андрей Сокор, Хандыга. Закон о развитии Арктической зоны России и создании опорных зон на территории Крайнего Севера планируют внести на рассмотрение правительства в июне этого года. Об этом шла речь в Москве на заседании экспертного совета при зампреде Госдумы по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера. Сегодня концепция демографической политики принята, однако эксперты, которые сегодня присутствуют на совете, они говорят о том, что необходимо все-таки приступить к разработке стратегии, а затем уже готовить концепции субъектов Российской Федерации. Конечно же, мы понимаем, что те меры, которые приняты по получению президента Российской Федерации по социальной помощи, поддержке семьи и детей, они, наверное, еще недостаточны. И, конечно же, над этим мы будем работать. Около 300 населенных пунктов в Якутии подали заявки на участие в программе поддержки местных инициатив. Об этом сообщил первый замминистра финансов Павел Багинанов. До 14 февраля принимаются заявки для участия в программе инициативного бюджетирования. Те, кто не успел еще подать документы, могут это сделать. В этом году из республиканского бюджета выделено на поддержку местных инициатив 500 миллионов рублей. Участвовать в программе могут все населенные пункты, кроме города Якутска. Задача нам была поставлена Егором Борисовым – охватить не менее 80% населенных пунктов республики. На данный момент охвачено 70%, пояснил Багинанов. Субсидии муниципальным образованием предоставляются, исходя из численности населения. Деньги могут быть направлены на благоустройство территории, обустройство фасадов, приобретение, спецтехники, ремонт и реконструкцию детских площадок. В субсидии предоставляется максимально 1 миллион рублей. От 1000 до 5000 населения предоставляется 2 заявки. То есть можно подать заявку на 2 миллиона рублей. И районный центр предоставляет 3 заявки. То есть каждая заявка по миллиону рублей. И также у нас есть исключения. По северным, арктическим районам сумма заявки составляет 1,5 миллиона рублей. Также районный центр, если численность от 5000 до 100 тысяч, могут предоставить, это уже 3 заявки, по 1,5 миллиона рублей. В администрации Мирного решили помочь дачникам уладить их внутренний конфликт. В начале года между соседями по участкам едва не разгорелась настоящая война. За помощь к городским властям обратились члены огородничества «Энтузиаст» в микрорайоне «Заречный». Претензий друг к другу у них накопилось много. Чтобы разрешить спор, главе города пришлось собрать враждующие стороны за столом переговоров. Что из этого в итоге получилось, рассказывают наши коллеги. В Мирному состоялось общее собрание огородничества «Энтузиаст», а вернее двух «Энтузиастов» одновременно. Официального, оформленного по действующему законодательству, и неофициального на сегодняшний день, существующего с конца 80-х годов. Дачники с одной территории, расположенной за микрорайоном «Заречный», не смогли поделить воду, свет и даже дороги, и объявили друг другу войну. «Уже образовались конфликтные ситуации, вплоть до уголовных дел. С 2013 года у нас начались поджиги домов, воровство и так далее, и так далее. Значит, также образовался долг, тоже это связано с криминальной обстановкой». Погасить конфликт и решить все по закону взялся лично глава Мирного вместе с заместителем. Им удалось собрать в администрации максимальное количество дачников. Кворум для принятия решений был, но задача была практически невыполнимой. Требовалось уговорить двух председателей и дачников из двух зеркальных огородничеств, действующих на одной территории, снова объединиться в одно хозяйство. Три часа криков и споров. Несколько раз все думали, что собрание закончится ничем. Но Климу Антонову удалось убедить всех пойти на компромиссы. Общее собрание в очередное прошло в духе демократии, я бы сказал. Было много мнений, было много мнений. И народ все-таки, я считаю, правильно, логика и жизненный опыт подсказал не только старожилам и молодым членам общества. Принять такое решение, что нужно все-таки создать объединенные СНТ. Единственное, по кандидатурам, конечно, были разногласия. Главное разногласие среди старых дачников вызвала кандидатура Алены Люлиной, председателя официально зарегистрированного энтузиаста. Она предлагала жить по закону, но не всем старым членам огородничества это нравилось. После упорного сопротивления она также вошла в состав нового избранного правления из 11 человек. Теперь этот орган должен выбрать нового председателя единого энтузиаста. Итогами я не очень довольна, потому что это все равно люди Чернышева, и война как она была, так она и будет. Если мы найдем сейчас общий язык с данным гражданином, то можно попробовать. Я думаю, что мы наладим работу. Если нет, то все останется в огне. Глава Мирного объяснил дачникам, что если они не будут решать свои проблемы сообща в рамках закона, то не смогут получать свет, воду и зарегистрировать свои участки. Слишком долго на отдельно взятой территории Мирного игнорировались федеральные законы, что в итоге и привело к юридическим коллизиям и проблемам. Но если здесь будет мир, то город поможет и дальше. Я помогу обязательно. Я обещал прессонародно. Если у них все получится, то какую-то часть, конечно, не все это сделать, а вот как мы помогаем, он родник с несанкционированными свалками, как мы помогаем на 13-м километре с насосами ихними по воде, тоже в прошлом году помогали. Администрация никогда не отказывается помогать. Этот случай решился положительно, но в дачных огородничествах Мирного еще немало проблем. По всей видимости, для их решения также потребуется юридическая, моральная и финансовая поддержка городской администрации. Роман Мухонин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». В Алроса начал работу Единый экологический центр. До этого вопросы природоохраны в подразделениях компаний курировали разные специалисты. Теперь их будут решать централизованно. Работы предстоит немало. Только на 2018 год выделено больше 5 миллиардов рублей на охрану природы. Какие задачи стоят перед сотрудниками нового экоцентра? В нашем следующем материале. Вопросам экологии Алроса всегда уделяла особое внимание. На охрану природы в «Алмазном гиганте» не жалели и выделяли миллиарды рублей. Но до недавнего времени в подразделениях компаний вопросы природоохраны курировали разные специалисты. Это было не совсем удобно. Поэтому в Алросе создали Единый экоцентр. У нас работы очень много. Необходимо собрать еще информацию, которая была в структурных подразделениях, систематизировать ее, собрать у себя архивы. То есть вот эту вот общую систему, которая нам позволит уже дальше работать, сделать ее более структурированной. Новая структура заработала с февраля этого года. В нее перевели специалистов, отвечающих за охрану окружающей среды, из всех подразделений компании. Они займутся разработкой экологической стратегии для внедрения ее в общую стратегию развития Алроса. В компании, говорят, задачи сокращения штата не ставили. Главное – выработать новый принцип работы в природоохранном направлении. Мы не шли по пути минимизации численности. Наоборот, перед нами стоят большие границы, большие задачи, то есть для реализации которых, конечно, нам нужен достаточно мощный человеческий ресурс. Работы будет много. Это подтверждают и цифры. Только на 2018 год на охрану окружающей среды в Алросе выделили больше 5 миллиардов рублей. Новый центр будет взаимодействовать и с Мирненским комитетом охраны природы. Вся работа, качество работы, все улучшится положительную сторону и быстро будут внедряться новые технологии в охране окружающей среды и снизится уровень негативного воздействия на окружающую среду. Чтобы этого достигнуть, ставку решили сделать на эффективную работу каждого эколога. С четким разграничением обязанностей. Необходимо четко определить функционал каждого направления. Потому что раньше, например, в структурном подразделении был один, максимум два эколога. И они занимались всем и вся. На сегодняшний момент мы делаем ставки именно на персонализацию. В Алросе надеются, теперь работа экологов в компании станет более эффективной. Мы, конечно, ожидаем о том, что снизятся риски, связанные как раз с нарушениями в области охраны окружающей среды. Позволят нам более мобильно отслеживать всевозможные изменения, связанные как с законодательством, так и на производственных площадках. Внесение изменений в разработку уже нормативных разрешительных документов. Поэтому эта вот скорость и эффективность как раз в части реагирования. Единый экологический центр Алроса теперь находится в Институте Якутни-Про-Алмаз. Новые задачи предстоит решать 29 специалистам. Марфа Яковлева, Роман Ларин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Между Алданом и Нерингой в долине Горной речки в середине прошлого века действовал сталинский лагерь. Жестокие порядки, изнуряющие работы, высокая смертность – это лишь некоторые черты его уклада. О лагере сегодня напоминает руины бараков и покосившиеся кресты. На кладбище узников установлена часовня. Часовня, которой на бумагах нет, поскольку место поклонения не внесено в реестр духовно-нравственного наследия. В 100 километрах от Алдана, в устье быстрой речки Васильевки, мрачной тенью прошлого, возвышаются руины сталинского лагеря. Близ трассы Лена, обозначая кладбище заключенных, возносятся ввысь большой и малый поклонные кресты. Между ними сияет позолотая часовня. Она была установлена в 2009 году студентами Алданского политехникума. Часовня изготовлялась в наших мастерских, силами помощи наших студентов. Была вывезена на сотый километр на Васильевку, установлена, смонтирована там. Идея воздвижения часовни принадлежала преподавательнице Варваре Стручковой. Ежегодно студенты выезжают в Васильевку, чтобы убрать сор, обновить краску и почтить память тех, кто обрел здесь вечный покой. Студентами выезжаем под рукосом Варвары Павловны, красим, подремонтируем. Ну, то, что в наших силах, потому что это достояние республики. Между тем, часовни словно нет вовсе. Она не внесена в республиканский реестр памятников духовно-нравственного наследия. И первоосновной своей задачей Варвара Стручкова видит увековечивание места поклонения. Власти должны подключиться, поскольку здесь это достояние, прежде всего, района, потом республики. С чего приступать к сложной процедуре, Варвара Павловна не знает. Она уповала на священников Алданского православного храма. В 2015-м настоятель церкви обещал поменять образа под куполом и снял старые. Почти три года часовня стоит без икон. Сегодня хотелось бы еще. Там установили иконы, которые были обещаны. К сожалению, до сих пор нет. Печальные страницы истории не должны быть уничтожены и подвергнуты забвению. Преподаватели техникума планируют поставить вопрос перед депутатами района о внесении часовни на Васильевке в реестр памятников духовно-нравственного наследия. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, Алданский район. К другим темам. Владимир Путин подписал закон, касающийся работы добровольцев и волонтеров. Принять такой закон глава государства поручил после встречи с представителями волонтерского движения и благотворительных организаций в июле 2017 года. Закон уравнивает понятие волонтерства и добровольчества и прописывает возможность заключения с волонтерами гражданско-правовых договоров, в которых перечисляются права и обязанности добровольцев, а также предъявляемые к ним требования. Не отставать от жизни, сохранить активность и быть полезным. Под таким девизом в течение многих лет собираются ветераны Алёкминского района. Всё о секретах долголетия и воспитании патриотизма молодому поколению в нашем следующем материале. И кто придумал, что возраст в золотом периоде – это домашние тапочки, пирожки и посиделки с внуками? Неверный стереотип, потому как именно этот возраст даёт огромное преимущество. Ты свободен от повседневной рутины и, наконец-то, можешь посвятить время тому, что всегда было интересно – общение, новые задачи, весёлые вечера и обязательно – обязательно активное участие в жизни. Так форум ветеранов в селе Алёкминское собрал группы со всего района. Несмотря на сложную дорогу, приехали даже отдалённые на слега. Место нашлось всему – смеху, дружеским встречам и важным вопросам. Самый интересный момент у нас – это воспитание подрастающего поколения. Испокойный век – это у нас, как говорится, проблемы сейчас, нынешние проблемы. Мы эти проблемы должны решать. Воспитание патриотизма и передача того самого задора молодым вызвало единодушную поддержку. Главный цель – это патриотическое воспитание, что для нравственного воспитания. Это самая актуальная тема в наше время. Мне кажется, вообще здорово, что такой форум провели. Тем временем на сцене развернули яркое представление. Фантазии творчеству остаётся лишь позавидовать. Хочешь праздник – устрой его сам. И главное – не стоит сидеть дома. Движение и оптимизм – рецепт долголетия. Всегда надо веселее ходить, всегда надо везде участвовать. Надо свои годы, надо забывать. Я лично это свой пример говорю. А так, зачем дома сидеть или где-нибудь там? Всегда надо общество будет всегда быть. Елена Фаст, Максим Копылов, Олег Минск. Информационная программа «Якутия-24» следит за развитием событий. Оставайтесь с нами и удачи вам. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ